Здравствуйте друзья! Продолжаем наше бесконечное путешествие по гаджетам экосистемы Xiaomi Mi Home. И нашим сегодняшним гостем будет управляемая розетка с энергомониторингом и набирающим популярность интерфейсом Bluetooth Mesh. Модель ZNC Z01ZM. Рабочее напряжение до 250 Вольт, максимальный ток нагрузки до 10 Ампер, максимальная мощность до 2500 Ватт. Интерфейс Bluetooth Mesh, диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 40 градусов Цельсия. Класс защиты IP20. Поставляется устройство в привычном для экосистемы оформлении. Белая коробка с фотографией устройства на фронтальной части. Логотипы Xiaomi и Midzi, а также указания интерфейса Bluetooth. Но видимо розетка настолько нравится производителю, что он решил разместить ее фотографии и на боковых сторонах. Сзади это тоже присуще устройствам экосистемы. Указаны основные параметры устройства, про которые я уже рассказал. Тут же имеется указание на работу с приложением Mi Home и поддержку китайского голосового ассистента, одноклассницы Сяо Ай. Вот все что нашлось в коробке. Небольшой буклет инструкции, тщательно упакованная розетка и пара винтов для закрепления ее в подрозетнике. В комплекте с розеткой идет еще декоративная внешняя крышка, выполненная из красивого глянцевого пластика. Она защелкивается поверх основного модуля и кроме эстетической функции еще защищает от брызг. Инструкция на китайском, правда все основное можно понять по картинкам. А кто хочет все-таки ее прочитать? Включаем на смартфоне Google Переводчик в режиме камеры и изучаем перевод на понятный язык. Так розетка выглядит с установленной декоративной крышкой. Конструктивно она очень напоминает Zigbee розетку Atacara, та же двойная пара разъемов. Но кстати, это одна розетка, а не две. Сверху для плоских и круглых вилок, а внизу для тройной. Справа внизу кнопка ручного управления. Сзади находится колодка с довольно массивными винтовыми креплениями для проводов. Их три. Паза, ноль и заземление. Тут же продублированы максимальные значения тока и напряжения, с которыми может работать розетка. Сразу важное уточнение. В обычный круглый подрозетник это устройство не помещается. Никак. Так что просто заменить существующую обычную розетку не получится. Нужен квадратный подрозетник 86 на 86 мм. У меня два таких подрозетника, собраны в небольшой тестовый стенд и один из них я использую для тестирования героя обзора. Подключаем питание. Общепринятая цветовая маркировка проводов такая. Коричневый фаза, синий ноль, заземление если оно есть конечно, это желтый с зеленой полосой. Но это редкий гость в наших квартирах. Закрепляем розетку при помощи комплектного крепежа. Все отверстия четко совпадают с креплениями в подрозетнике. И вообще, мне квадратные больше нравятся, жаль что у нас они не распространены. Светодиод на кнопке отображает статус розетки, если светит, то она включена. Хотя при желании эта функция может быть отключена программно. После включения питания устройство появляется в списке обнаруженных устройств Mi Home. На этом этапе подключение происходит через включенный Bluetooth телефона. Но для полноценной работы в системе должно быть хотя бы одно устройство с функцией Bluetooth Mesh шлюза. Именно Mesh, не просто Bluetooth. После успешного подключения розетка появляется в общем списке системы. Из него видна доступность и статус, а для всех функций нужно запустить плагин. Основной экран плагина сверху отображает тип подключения, на слайде через меш шлюз. В выключенном состоянии фон темный, включенном синий. Далее идет кнопка управления розеткой и строка энергомониторинга. После нее стандартные для такого класса устройств опции планировщика, который позволяет задать расписание включения и выключения розетки, причем как разово, так и периодически. А также опция обратного отсчета, которая переключает реле розетки по достижению заданного интервала времени. В настройках можно управлять состоянием индикатора светодиода, про это я уже упоминал. Тут есть полезные и интересные опции. Защита от перегрузки, при ее включении розетка будет автоматически отключаться, когда нагрузка превысит установленную. Еще есть опция отключения питания, если мощность будет ниже заданной, в течение выбранного интервала времени. Тут же есть возможность выбрать иконку для отображения на главном экране плагина, и просмотреть лог срабатывания. В остальном опции более менее стандартные, вроде смены имени, локации, версии плагина, вывода его значка на рабочий стол и так далее. Перед началом тестирования установлена самая свежая на дату обзора прошивка, версия 1.440056. Уточняю потому, что есть некоторые недоработки, которые, я надеюсь, будут устранены в следующих версиях. Как я и сказал, для полноценной работы розетки нужен bluetooth mesh шлюз, у меня их три. Обычные bluetooth устройства отображаются сразу на всех, а mesh только на одном, в этом примере на шлюзе e-light. Но при этом по факту, все остальные шлюзы тоже взаимодействуют с розеткой. Вот я специально отключил шлюз e-light от питания, чтобы он ушел в оффлайн. Розетка через некоторое время объявилась уже в списке Xiaomi Gateway 3. А вот я специально отключил все mesh шлюзы, после чего розетка стала работать в режиме прямого подключения, то есть управляться напрямую с телефона. В этом режиме можно включать и выключать розетку, но только и всего. Вся остальная функциональность включая энергомониторинг работать не будут. Теперь о упомянутых недоработках. Надеюсь что это будет устранено в следующих версиях прошивок, но не сказать я не могу. Это энергомониторинг, точнее задержки по получению информации о нагрузке. Само включение и выключение отрабатываются быстро, а вот данные о нагрузке, могут прилететь и через минуту и через двадцать, закономерности тут нет. Сама же статистика тут довольно подробно. Текущая нагрузка, потребление за текущий и вчерашний день, а также за месяц, длительность и количество включений за текущий день. Внизу в виде графиков можно посмотреть количество потребленной энергии в разрезе дней месяцев и лет. После запуска плагина идет подключение к bluetooth mesh шлюзу. Данные по мониторингу как я сказал сильно запаздывают. Скорость работы при ручном управлении реле вполне приемлемая как для мехом при локализации Китай. Щелчки слышны, но не громко. В отличие от большинства розеток экосистемы, это умеет быть и условием автоматизации. Это обычно редкость. Причем это штатная функциональность, а не благодаря модифицированной версии приложения. Устройство предлагает 4 опции для раздела триггер. Включение, выключение, а также срабатывание по превышению потребления или наоборот слишком низкой нагрузки. Правда помним таймлаги с получением этих данных. В разделе действий опций меньше, есть только включить или выключить. Хотя обычно здесь еще бывает опция переключения состояния на противоположное. А вот пример автоматизации, где розетка и в условии и в действии. Выключение в случае превышения мощности в 2400 Ватт. Кроме управления через приложение или в автоматизациях, есть и ручной режим по нажатию на кнопки на фронтальной части розетки. Розетка запоминает свое состояние. Если она выключена, то и при возобновлении питания она будет выключена. А если включена, то включится через несколько секунд после подачи питания. В Home Assistant устройство пробрасывается через интеграцию от Alex IT, Xiaomi GTV3. Который является не только ZigBee, но и Bluetooth межшлюзом. На момент обзора в продуктивной версии интеграции поддерживались только две сущности для управления светодиодами розеткой. Автор интеграции по моей просьбе оперативно добавил сенсор энергомониторинга в мастер версию, за что пользуясь случаем хочу выразить благодарность. Итого в Home Assistant перебросились. Сущность домена Switch с именем заканчивающимся на Backlight, это управление светодиодом подсветки. Еще одна сущность того же домена, управляющая реле самой розетки. Напомню, реле одно, общее для обоих разъемов устройства. И сущность домена Sensor, она, на момент выхода обзора, была только в мастер версии интеграции. Думаю, что автор внесет это в очередное обновление. В этом сенсоре отображается потребление нагрузки. Управлять розеткой можно как вручную, из интерфейса интеграции или lowlace, так и включать ее в автоматизации или скрипты. Разницы с другими подобными сущностями нет, все стандартно. А как же обстоят дела с энергопотреблением в Home Assistant, а также как и в Mi Home, непредсказуемо. На этом скрине, данные появились в течении минуты после включения. А здесь только через 7 минут после включения. Хотя взаимодействие с розеткой происходит в локальном режиме. Правда по словам автора интеграции, шлюз при работе с BLE устройствами все равно должен иметь доступ к штатному облаку. А в этом примере данные по потреблению, а нагрузка в розетке есть, не появились даже через 19 минут после включения. Что интересно, розетка опрашивается каждые 30 секунд и она отвечает, это видно в логах. Но от нее приходят нули. Поэтому я думаю, что это проблема какого-то бага в прошивке, и надеюсь что он будет устранен. Скорость реакции розетки в Home Assistant практически моментальная, так как весь обмен происходит в локальной сети. Это касается и реле розетки и светодиода, хотя на этом видео его особо не видно. А вот с потреблением печаль. От чего зависит обновление, непонятно. Возможно розетка ждет какое-то добро от китайской таможни, я не знаю, могу лишь констатировать факт. Новая версия розетки это по сути повторение уже существующей зигби розетки Акара, но с другим интерфейсом и немного более расширенным функционалом. При этом новинка заметно дешевле. И все бы было хорошо если бы не энергомониторинг. Но еще раз повторюсь, надеюсь что эта досадная ошибка будет скоро исправлена, и тогда розеткой можно будет полноценно пользоваться не только для управления, но и для мониторинга питания. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, вы можете прочитать в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч.